Канобу.ру представляет В это не сразу веришь, но главный герой Feeble вовсе не Рэмбо в нано-костюме. Но об этом мы расскажем чуть позже, а пока — новости. Sega анонсировала мобильную версию сетевой RPG Phantasy Star Online 2. Игра появится не только на компьютерах и PlayStation Vita, но и на Android и iOS. Phantasy Star для смартфонов будет проще своих старших версий. В ней не будет кроссплатформенной игры между разными устройствами. Тем не менее, игроки смогут переносить информацию о своем герое с платформы на платформу. Помимо этого, в версии для смартфонов будут присутствовать элементы социальных игр. Phantasy Star будет бесплатной, однако вы сможете купить некоторые предметы за реальные деньги. Игра выйдет этим летом на ПК, зимой на Android и iOS, и в следующем году на PlayStation Vita. Издательство Kerosene Games раскрыло новые детали экшена Gunslinger. Игра была анонсирована еще прошлой осенью, но с тех пор авторы не спешили делиться новостями. Итак, первая деталь. Хотя игра и была заявлена как Infinity Blade в мире постапокалиптического вестерна, она не будет рельсовой. Главный герой Уильям сможет свободно перемещаться по игровым локациям. Второе. Игра использует максимум возможностей мобильных платформ. Например, сейчас авторы работают над динамическими тенями для всех игровых объектов. Такого не было даже в Infinity Blade 2. И третье. Gunslinger планируется к выходу уже в мае этого года. Ждать осталось недолго. Everplay Interactive показала первое видео платформера Spellsword для iOS. Игра заимствует элементы Super Crate Box. Как и в популярном инди-экшене, игроку предстоит отбиваться от монстров на маленьких аренах. Но в отличие от Super Crate Box, главный герой Spellsword сможет находить различные предметы и улучшать свои навыки. Помимо бесконечного режима, в игре будет более 90 миссий. Дата выхода игры пока не объявлена. В прошлом выпуске мы рассказали вам о небольшом таймкиллере Angry Bird Space. Так вот, всего за три дня эту игру купили 10 миллионов раз. Это значит, что каждую секунду совершалось 39 покупок игры. Да ведь это самый настоящий культ. Все знают Crytek. Большую компанию, известную своими высокотехнологичными шутерами. А какой могла бы быть мобильная игра от авторов Crysis? Большой? Серьезной? А вот и нет. Мобильная игра от Crytek — это Feeble. Аркада про веселого инопланетянина. Предупреждаем сразу. Здесь нет нано-костюмов. Вместо них оранжевый пришелец Покатун, который, как вы понимаете, катается по уровням. Игрок задает герою направление, после чего помогает ему, наклоняя устройство в нужную сторону. Чем быстрее Покатун окажется на финише, и чем больше очков он наберет, тем лучше. Чуть позже к герою присоединяются другие пришельцы-помощники. Например, Осьмидок может резко изменить направление движения Покатуна. А что делает Попрыгун, вам и так ясно. Feeble — это красивый и веселый таймкиллер. Но все же от такой компании, как Крайтек, мы всегда ожидаем большего. Чтобы сделать хорошую игру, не обязательно быть оригинальным. Достаточно соединить вместе несколько проверенных элементов. Например, возьмем подрывные работы из Бомбермена и добавим туда передвижение ящиков из Сокобана. И у нас получится пазл Ринд Айла. На остров Ринд напала ненастье, и, конечно, только наш герой может помочь местным жителям. Забудьте про сюжет, он здесь для галочки. Поначалу игра кажется глупой аркадой. Все задачки, которые нам подкидывают, решаются за секунду. Но уже на 10 уровне игра меняется. Вы начинаете искать правильные решения, пробовать различные варианты и раз за разом проигрывать. Оказывается, двигать ящики, взрывать стены и катать валуны не так-то просто. Ринд Айланд знает толк в испытаниях. Каждый уровень здесь можно пройти в 4 режимах. А те, кому и этого не хватит, могут попробовать уровни других игроков или создать свои в местном редакторе. Это очень интересный и умный пазл, которого хватит надолго. Главное — пройти первые 10 уровней. А вы помните старые гоночные игры для Дэнди и Сеги? Они были простыми и глупыми, но все же невероятно веселыми. Про них действительно, можно сказать, сейчас так и делают. Впрочем, случаются и исключения. Сегодня привет из прошлого нам передает Final Freeway 2R. Если вы знакомы с 16-битной классикой, то сразу поймете, откуда растут ноги этой игры. Конечно же, из OutRun 1986 года. Феррари, блондинка на пассажирском сиденье, безумная скорость — все это есть и Final Freeway. Как и во многих старых играх, здесь не надо приезжать к финишу первым, достаточно доехать. Но это не так просто. Таймер неумолимо стремится к нулю, и игра практически не дает права на ошибку. Но когда Феррари пересекает финишную черту, ты понимаешь — эта поездка была невероятной. Если вы застали эру 16-битных приставок, Final Freeway 2R принесет вам немало приятных воспоминаний. Жаль, но старые игры редко портируют на смартфоны. А ведь почти каждый вспомнит игру детства, которую он хотел бы увидеть на своем айфоне или андроиде. Например, я бы сыграл в Road Rash 3 или в Супер Метроид. А вы? Расскажите об игре своего детства в комментариях. С вами был Андрей. Увидимся через неделю. Не скучайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин